К другим темам. По всей стране проводятся различные мероприятия в целях реализации постановления главы государства от 23 октября 2019 года о достойном праздновании 75-й годовщины победы во Второй мировой войне. Накануне по инициативе Высшего военного образовательного учреждения Национальной гвардии Республики Узбекистан осуществлены визиты в дома участников Великой Отечественной войны и ветеранов Трудового фронта. Далее репортаж об этом. Уважение к старшему поколению, нашим дедам и прадедам, служивших во имя мира и спокойствия в стране. Оказание им всесторонней поддержки является неотъемлемой частью государственной политики. На эти цели направлены ряд мероприятий, которые проводятся Военно-техническим институтом Национальной гвардии Республики Узбекистан вместе с группой будущих офицеров и военнослужащих досрочной военной службы. В частности, курсанты, служащие, военный оркестр и любительская музыкальная группа во главе с руководителями института посетили дома ветеранов войны, проживающих в Ташкентском районе Ташкентской области. Куда я от Аскарова и Зухрадзина из Хломова. Участников войны были вручены подарки. Незабываемые эмоции подарили и мелодии в исполнении оркестра. Группа активистов побывала в республиканском пансионате для ветеранов войны и труда. Курсанты и военнослужащие института с большим интересом слушали поучительные рассказы участников Второй мировой войны и ветеранов Трудового фронта, повествующие о мужестве и героизме наших соотечественников, отдавших свои жизни за мир и спокойствие стране. Молодежь приняла активное участие в работах по благоустройству территории пансионата. Также при участии курсантов и военнослужащих досрочной военнослужбы института, учащийся Республиканского специализированного музыкального академического лицея и военно-академического лицея Тимур Бекляр Мактабе при Национальной гвардии, состоялось духовно-просветительское мероприятие «Встреча трех поколений», куда в качестве почетного гостя был приглашен и учащик Второй мировой войны ветеран Трудового фронта, 98-летний Аббас Апанов, проживающий в настоящее время в Алмазарском районе Старицы. В ходе мероприятия был отмечен несравненный труд ветерана и его вклад в победу на пути достижения мира. Вспоминая о тех тяжелых временах, учащик войны сквозь слезы рассказал о переживших трудностях и нынешнем спокойствии нашей страны. Хорошее настроение гостям подарили и музыкальные композиции в исполнении одаренной молодежи. Аббасу Апанову был подарен портрет, написанный талантливыми военнослужащими досрочной военной службы института. Подобные встречи будут организованы во всех регионах страны. Спасибо. Спасибо. Спасибо.